Битва с лесным чудовищем. Когда сыновья Дашарадхи простились с Джатаю, они пошли на юг по нехоженным лесным тропам и вскоре оставили пределы Джанастаны. По дороге они искали всюду следы прекрасной царевны Митхилы и все дальше продвигались к югу. Вскоре на пути их встала высокая горная вершина, а в ней была глубокая темная пещера. Когда братья подошли поближе, то увидели, что в пещере сидит Ракшаси, страшная обличьем. У нее были острые зубы, огромное брюхо и шкура у нее была грубой и жесткой. Когда она увидела двух воинов, идущих к пещере, то выступила им навстречу и сказал Лакшмане, который шел первым. «Пойдем со мной, прекрасный воин, я хочу насладиться с тобой любовью». Она обняла Лакшману за шею и ласково с ним заговорила. «О, милый воин, я рада твоему приходу. Меня зовут Аймукхи, и мы будем любить друг друга вечно на этих горных зеленых склонах, на берегах веселых горных речек». Великий гнев обуял младшего брата Рамы, и он острым кинжалом отрезал чудовищу нос, уши и отвисшую низкогрудь. Со страшным воплем Ракшаси бросилась прочь от сыновей Дашарадхи, а они пошли своей дорогой дальше. Все вокруг было тихо и спокойно, но вскоре дурные предзнаменования встревожили Раму и Лакшману. Закричали лесные птицы, налетел вихрем могучий ветер, и густая тьма опустилась на землю. Что-то страшное надвигалось на сыновей Дашарадхи, и предчувствие беды томило душу юного брата Рамы. Вскоре братья увидели огромного Ракшаса, стоявшего посреди дороги. У него не было головы и шеи, и смотреть на него было страшно. Пасть его с острыми клыками была посредине огромного брюха, и добычу он загребал длинными руками. И все, что ему попадалось в руки, он отправлял в прожорливое брюхо. И когда братья-царевичи подошли к нему поближе, он схватил их своими могучими руками и потянул к своей раскрытой пасти. Ракшас обрадовался добыче и сказал Раме и Лакшмане, «О, прекрасные воины, я ждал вас, я давно хочу утолить голод». «Сама судьба принесла мне вас на ужин». Но Рама и Лакшмана достали из ножен острые кинжалы и одним взмахом отсекли чудовищу длинные алчные лапы. Ракшас заревел от боли и, обливаясь кровью, крикнул сыновьям Дашарадхи, «Кто вы такие?». Лакшмана рассказал Ракшасу, которого звали Кабанда, что они царевичи из Айодхи, что жестокая Кайкея отправила их в леса в изгнание, что Ракшасы похитили прекрасную супругу Рамы и что они идут на юг искать Ситу. «А ты кто такой?» спросил его младший сын Дашарадхи, и страшный Ракшас ему ответил, «Благо вам, доблестные герои! Я счастлив и рад, что встретил вас на лесной дороге. Послушайте, я расскажу вам, что со мною однажды случилось. Некогда я был юн и прекрасен, и красота моя славилась повсюду. Но я любил забавляться, пугая по ночам благочестивых отшельников. Я принимал разные обличия, одно было страшнее другого. И однажды некий отшельник, которому я помешал совершать жертвенные обряды, проклял меня. «Да будешь ты вечно страшилищем ужасным, и да возненавидят тебя люди!» Тогда я стал умолять его снять с меня проклятие, и подвижник сжалился надо мною. Он сказал мне, «Твоя красота к тебе вернется, когда Рама, сын Дашарадхи, отсечет тебе руки и на костре сожжет твое тело». Но на этом не кончились мои несчастья. Я разгневал непомерной своей гордыней Индру, и он ударом молнии вогнал мне голову в брюхо и отнял у меня ноги. А чтобы я с голоду не умер, он удлинил мне на йоджану руки, а пасть мне Индра сотворил в брюхе. Так я и жил долгие годы, загребая добычу длинными руками и отправляя ее прямо в брюхо. Но Индра сказал мне напоследок, «Когда придут сюда сыновья Дашарадхи, когда они отсекут тебе руки и сожгут на огне твое тело, тогда ты достигнешь гордый Ракша с неба». Жалко стало Раме лесное чудовище, и он обещал ему сжечь на костре его тело. А потом Рама спросил у него, не знает ли он, кто такой Равана, и где он, и какая к нему ведет дорога. Но Ракшас ничего не помнил. Индра отнял у него вместе с головой и память. И он ничего не смог сказать сыновьям Дашарадхи, только, прощаясь перед смертью, он прибавил, «Ты сожги меня, Рама, скорее, и тогда я вспомню, кто может тебе помочь». Рама и Лакшмана разожгли большой костер в глубокой пещере, бросили Ракшаса в жаркое пламя, и тело его вспыхнуло, как масло. И вскоре в пламени костра появился высокий муж, красивый и стройный. На нем были белые одежды, и гирлянды украшали его шею. Он медленно стал подыматься в небо, и там ждала его небесная колесница, запряженная белыми лебедями. И он сказал сыновьям Дашарадхи из-под небесия, «Вам нужны помощники и друзья в борьбе за ситу. Ступайте к озеру Пампа. Там, на горе рещья Мука, живет могучий царь-обезьян Сугрива, и с ним его четыре друга. Сугрива утратил свое царство, и сейчас он в горе и печали. Идите, воины, к Сугриве, он поможет вам отыскать ситу». И колесница, запряженная лебедями, умчалась в чертоге Индры. Рама и Лакшмана пошли на запад, к озеру Пампа. Из леса в лес вела их длинная дорога, от одной горной вершины к другой. На склонах холмов проводили они ночи и питались кореньями и плодами. Долго шли сыновья Дашарадхи к озеру Пампа, и, наконец, берега его открылись перед ними. Прекрасно было озеро Пампа. Вода в нем была тихая, чистая и голубая. Красные и белые лотосы цвели на спокойных водах Пампы и плескались у берега лебеди и утки. Вкусная, чудесная рыба водилась в озерных глубинах, и непуганные звери приходили к озеру утолять жажду. Желтый нежный песок покрывал берега Пампы, и кругом благоухали ароматом дивные цветы и зеленые деревья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова